Туастрей Тюрнал, США, звонок Трампа на Украину Туастрей Тюрнал, США 23 сентября 2019 года Генеральный инспектор решил, что это заявление выглядит достаточно достоверным, чтобы ввести комитеты Конгресса по делам разведки в курс дела Однако исполняющий обязанности директора национальной разведки с этим не согласился, проконсультировавшись с офисом юридического советника Министерства юстиции Если подсчитать соответствующий закон о защите осведомителей, Уисли Блоуэр статуте, раздел 3033-К, станет ясно, что он, очевидно, неприменим к президенту и, вероятно, даже к сути этого обвинения Гораздо больше беспокойства вызывает то, что никто из сторонников этого разоблачителя в прессе и Конгрессе, по всей видимости, не задумывается о том, что они создают опасный прецедент, делая личные беседы президента с мировыми лидерами открытыми для общественности История телефонного звонка Дональда Трампа новому президенту Украины развивается по привычной, хотя и довольно удручающей схеме, характерной для эпохи Трампа Неназванный источник в разведывательном сообществе сливает СМИ информацию о телефонном разговоре Трампа от 25 июля, а политические оппоненты и противники президента в СМИ сразу же приходят к выводу, что он предал Америку и заслуживает порицания или даже импичмента Трамп утверждает, что разговор был абсолютно нормальным и заурядным А общественности приходится самостоятельно отделять правду от предвзятой наигранности Трамп признает, что он попросил нового президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении Джо Байдена и Биден, в рамках усилий по искоренению коррупции на Украине К Байдену мы вернемся чуть позже, но просьба Трампа стала ошибкой Трамп попытался втянуть лидера иностранного государства в американскую внутреннюю политику, что может привести только к политическим проблемам Мы узнали это на примере фиаско с Россией 2016 года Однако, разбираясь во всей этой ситуации, невозможно не замечать перегибы и двойные стандарты, характерные для оппонентов Трампа Как и обвинения в сговоре с Россией, этот скандал тоже начался с заявления некоего неназванного источника из разведывательного сообщества Его называют разоблачителем, однако мы ничего не знаем ни о его роли, ни о его допуске к секретным документам, ни о его мотивах Генеральный инспектор решил, что это заявление выглядит достаточно достоверным, чтобы ввести комитеты Конгресса по делам разведки в курс дела Однако исполняющий обязанности директора национальной разведки с этим не согласился, проконсультировавшись с офисом юридического советника Министерства юстиции Если подсчитать соответствующий закон о защите осведомителей, Уисли Блоуэр статуте, раздел 3033К, станет ясно, что он, очевидно, неприменим к президенту и, вероятно, даже к сути этого обвинения Гораздо больше беспокойства вызывает то, что никто из сторонников этого разоблачителя в прессе и Конгрессе, по всей видимости, не задумывается о том, что они создают опасный прецедент, делая личные беседы президента с мировыми лидерами открытыми для общественности Представьте себе, что случилось бы, если бы общественность узнала подробности телефонных разговоров Кеннеди во время Карибского ракетного кризиса или разговоров Никсона в период арабо-израильской войны 1973 года Мы ступаем на опасную тропу, если чиновники нашей разведки считают, что они могут свободно использовать закон о защите осведомителей каждый раз, когда им не нравится президент или его политика Что касается Байдена, появление информации о содержании телефонного звонка Трампа повлечет за собой тщательную проверку вмешательства Байдена в дело Украины Будучи вице-президентом США, Байден угрожал предыдущему правительству отказать в кредитных гарантиях США в том случае, если прокурора, занимавшегося расследованием коррупции, не уволит Среди прочего тот прокурор проводил проверку деятельности украинской газовой компании, где сын Байдена Хантер Байден, Унтер Биден, был одним из членов Совета директоров Прокурора уволили Джо Байден утверждает, что то его требование было обусловлено американскими национальными интересами и не имело никакого отношения к его сыну Возможно, это правда, однако здесь очевиден конфликт интересов, в котором демократы постоянно обвиняют Трампа, имея на то гораздо меньше оснований Вся эта история, вероятнее всего, будет развиваться по схеме, характерной для эпохи Трампа, член Палаты и представители Адам Шиф Адам Шиф, выступит с заявлениями, которые, как позже выяснится, будут преувеличениями СМИ будут активно продвигать идею импичмента, а Трамп будет отвечать им твитами, в которых он назовет происходящее очередной охотой на ведьм Если не появится доказательство более погубного поведения Трампа, этот скандал, скорее всего, закончится ничем Американцам нужно будет учесть все это в преддверии выборов 2020 года, когда им придется решить, кто представляет больший риск для благосостояния их страны Трамп или его фанатичные оппоненты Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ СМИ